группу надежда в тель-авиве мы зачитали формат зачитали вступление пожалуйста твое время 40 50 минут и потом будет время на вопросы и ответы пожалуйста спасибо всем привет меня зовут сергей алкоголик да я часто слышу о том что сложно сложно говорить с экраном да не живыми людьми видно меня хорошо слышно да да замечательно слышно я расскажу свою историю остановиться алкоголиком более того был уверен что никогда не стану алкоголиком у меня отец был алкоголиком и я вот с детства помню когда я приходил домой и он лежал на столе совершенно пьяный не меняемый него сопли там текли свисали с этого стола это было такое очень неприятное зрелище мне было стыдно за него я не мог друзей дам ой пригласить привести и когда мне мама говорила там но она со злости говорила да с обид на него что ты если будешь пить будешь таким же я был уверен что я таким не буду никогда я буду успешным счастливым у меня сложится жизнь совершенно по-другому вот первый раз я попробовал алкоголь очень рано лет лет в семь я выпил много меня тошнило меня там спрятали целый день где-то проспался как-то вот вообще никак это я не связывал вообще с будущим моим а потом лет с 14 с друзьями мы стали ездить на природу я начал употреблять и вот я хотел сказать что там есть разные мнения по поводу алкоголизма это приобретенное заболевание передающиеся по генам врожденные вот я считаю что я был потенциальным алкоголиком еще до того как употребил алкоголь потому что как только я начал употреблять алкоголь у меня тут же включалась тяга тут же этот феномен тяги я не мог остановиться я напивался до потери сознания и вот за все время сколько я употреблял я наверное не помню таких случаев когда бы я остался но сознание да я всегда включалась тяга я напивался до потери сознания и вот эти предостережения которые в детстве были вот как будто мне не касались да я я все время все время думал что следующий раз получится все по-другому следующий раз я смогу проконтролировать вот и до 18 лет до того как меня забирали в армию у меня уже были серьезные проблемы были приводы в милицию перед армией я работал и на работу пришла с милиции пришла телега о том что я там неоднократно попадаю туда меня собрались исключать из комсомола комсомолец надо в принципе это это было очень серьезно да она могли бы поставить там на на моей будущей жизни там на карьере вообще там крест как то время как исключить за пьянку из комсомола я помню что там секретарь комсомольской организации отстояла вот знали уже что пришла повестка меня забирают вот армия перевоспитает и вода в этом всех перевоспитывает и будет после армии как бы будет все нормально вот я ушел в армию у меня служба такая была у меня не было закрытая часть не было магазина никаких не было возможностей найти где-то алкоголь и два года я не употреблял совершенно алкоголя и это меня там укрепило в мыслях моих о том что ну я вот ну как я же говорил что я могу не употреблять вот если захочу я вот два года целых не не употреблял первый день когда я поехал домой в поезде вот я помню ехал за душа нб и мы проводника купили алкоголя и поезд еще не не тронулся я уже обрыгал проводника я уже был там бессознательном состоянии после армии я поступил в институт и я смог смог закончить смог закончить институт я женился у меня родилась дочка и пьянки мои практически не прекращались да я ходил на учебу на пары но после пары мы мы собирались постоянно где-то постоянно веселились постоянно пили напивались вот после института я учился в россии после института я семьей переехал в украину в чернигов пришел на работу вот и так получилось что сокурсники мои с кем я учился пришли тоже со мной до выпускники на эту работу там если люди употребляли алкоголь то где-то там в зарплату обязательно иногда там могли где-то где-то в пятницу как-то выпить ему такие пришли молодые завзятые и пить начали с понедельника буквально и и буквально уже начинали там с утра вот и я смог чудом продержаться на этой работе два года у меня были постоянные проблемы на работе у меня были постоянные проблемы дома в семье вот и что я хочу сказать я все время меня преследовала вот мысль о том что ну во первых я когда когда захочу бросить пить я брошу в любой момент я просто не хочу у меня жизнь такая сложная поэтому я не хочу бросать это первое второе что мне казалось я смотрел на мир смотрел на окружающих мне казалось что вообще я в принципе живу и пью точно так же как как все вокруг меня да мне казалось что все соседи я там помню даже процентное соотношение какое-то строил я в этом думал что процентов 70 людей на земле пьют точно так же какие остальные 30 это там старики дети и больные люди вода есть человек здоровый нормальный или не он не пьет он приличная сволочь и больной человек и и так далее да я все время думал что я смогу бросить пить и в какой-то момент мне стало тяжело работать я нашел себе там какой-то предлог что что-то там работа ко мне относится неправильно и я написал заявление ушел с этой работы встретил старых своих товарищей которые занимались бизнесом это был там девяносто девяносто второй год они взяли меня к себе на работу занимались продажей ну стройматериала вообще всего что что подвернется я помню там первые заработанные деньги у них был вагон обоев и надо было его где-то продать у меня сокурсник работал в другом городе на предприятии которая строила коттеджные городки им как раз вот нужны были обои это был дефицит в то время я продал этот вагон обоев и получил деньги там моя доля ну понятно что это инфляция денег было много ну ну это вот такая вот куча куча денег я думаю зачем мне там это была работа вот тут начинается нормальная жизнь все будет у меня хорошо вот и пить это начал еще больше потому что у меня был свободный график никто мне там на работе не ограничивал мы на работе спокойно пили употребляли в какой-то момент жена моя не выдержала и с ребенком уехала к мать и в россию я остался один никто мне вообще не мешал пить и я ну и так пил каждый день а тут я ушел просто вот запой на работу не ходил ушел в запой я пил две недели очень сильно и страшно вот и в какой-то момент я понял что надо остановиться потому что я умру я там ничего не ел две недели водки тоже калорий очень много я там только пил вот и через две недели я там всех собутыльников разогнал остался дом один и у меня тут случилась белая горячка ночью галлюцинации я лежал и слышал что там на балконе кто-то договаривается меня убить и вопрос в общем-то решен думали только обсуждали куда куда тело дети да там распрятать тело это было настолько отчетливо и реально это было настолько страшно позвонил товарищу он пришел ко мне ночью там посидел со мной до утра и вот утром я пошел в наркологию не рядом была наркология по старой работе просто часто там но сотрудничал с ними были у меня врачи знакомые я пришел к наркологам рассказал что произошло они говорят что тут уже вопрос не столько наркологический сколько уже психиатрический уже надо к психиатрам обращаться я говорю нет я нормальный все у меня ну хорошо какие психиатры вот они меня там правда откапали снотворного мне дали и сказали что если будешь любить тебе нельзя если ты будешь употреблять алкоголь то вот эти вещи могут перерасти в хронические то есть галлюцинации будут хронические там это было очень страшно и это наверное был первый раз когда я но начал осознавать что все-таки есть какая-то проблема и и надо завязывать его ты первый раз принял решение завязать навсегда и больше никогда не пить я сменил место жительства я уехал за женой в россию к ее матери не вот я думал что проблемы тут с моими вот этими товарищами с кем я работал да я вот от них там избавлюсь и буду строить совсем по-другому новую жизнь вот я приехал и я продержался где-то около трех месяцев я не пил вот и вот у меня от очереди был день рождения в ноябре и две параллельные мысли одна мысль да я больше никогда не буду пить я завязал всегда и вторая мысль вот на столе стоит вину я выпью там пол бокала вина ничего страшного в этом нет да я выпил этого вина да в этот день я не напился но на следующий день я себе подумал что вот я выпил и и нормально ничего не произошло значит я могу пить и я начал пить и и очень быстро вот запой возобновились усилились и в принципе я помнила вот этих предупреждениях о том что алюцинации хронические могут быть и я боялся я ждал да я выпивал я ждал что-то произойдет но вот страх не мог не мог остановить меня расскажу еще вот вот такую ситуацию то что страх проблемы в жизни ему не могли остановить меня да и от употребления алкоголя я пошел как-то на корпоративно новогодний и там тоже не хотел опозориться там выпил совершенно немного и мне там стало неинтересно если там я принял решение не пить я пошел домой по дороге зашел к своему товарищу вот и мы там с ним ушли в запой и пили неделю вот представляете пошел вечером на новогодний корпоративе пропал на неделю в то время не мобильных телефонов не было но я не думал даже сообщать семье через неделю я пришел домой осознал понял что надо делать пришел домой думали упрощение сказал что все я завязываю больше такого не может не повториться никогда вот какое-то время я там не пил потом эти запои возобновились и в конце концов этот несколько раз уходил вот к этому товарищу на на несколько дней вот один раз я пришел домой и и вот я помню как сейчас да я там клялся что пить я больше не буду никогда утром ходил на работу мне жена просит говорит хоть один один день один раз вот я тебя прошу прийти сегодня тресла я когда обещал ей я сам в это верил да у нас часто говорят данный момент если бы подключили меня к детектору лжи он бы показал что я говорю правду я собирался завязать навсегда вот пришел на работу это не встретил своего сокурсника с института он предложил мне выпить и и я вот себя думаю если бы я знал что его встречу я бы сказал бы да я бы сегодня не обещал бы просить пить я бы сказал бы что вот завтра я уже точно брошу а сегодня вот мне просто вот такая неплохо внешне знал что его встречу вот как мне быть и потом другая мысль вот в этот раз во первых я проконтролирую я выпью 50 грамм никто не узнает я приду домой это было там в начале дня до вечера это все проветрится я приду домой и запаха совершенно трезвый никто не узнает вот в этот раз вот вот все получится вот и я даже не помню как прошел этот день мы с этим товарищем пробухали целый день я пришел домой совершенно пьяный вот после вот этих клятв я просто помню что отец жены уже не выдержал он такой был тихий рассудительный человек ну и тут он не выдержал он начал там мне что-то говорить я был очень агрессивный я его побил вызвали милицию забрали меня и закрыли в камеру но как потом выяснилось он сделал экспертизу у него были побои и мне грозило это вообще тюрьмой но меня знакомые мои товарищи меня отмазали меня выпустили отец жены простил забрал это заявление но домой я я уже не вернулся я понимал что прощение не будет мне домой не вернулся этом в это время жил где-то в подъездах ночевал это знакомых каких-то ночевал и в этот момент в этот момент моя мама приехала на день рождения дочери пришла у меня нет она спрашивает где он здесь больше не живет рассказали и где где меня можно найти она меня нашла в россии чужом городе она меня нашла и и и поехали мы домой в чернигов и я я помню прошло столько времени я помню как мы ехали мне было очень стыдно перед ней и я думал что вот этот стыд не позволит мне выпить больше никогда вот я уже был уверен что вот это уже точно пить я больше никогда не буду я я приехал домой и у меня было понимание вот я пока дома закрытый сижу дома пить нечего вот вот я не буду пить я так просидел дома две недели не выходя на улицу вообще вот через две недели мне пришло понимание что я иду пить вот если до этого я там себя разводил где-то там думал что я там вот в этот раз проконтролирую в этот раз там никто не узнает в этот раз у меня получится вот тут мне пришло осознание мне пофиг что будет в этот раз вот я я не могу я просто иду пить и и мне все остальное пофиг вот и вот тут начались мои последние такие заполи я дома не появлялся меня там мама с братом где-то находили когда-то приводили опять уходил куда-то вот эти мысли да я иду пить и мне все остальное пофиг вот это был реально первый шаг да я я признал свое бессилие я понял что я не при каких условиях хорошо у меня что-то в жизни плохо обещая кому-то что-то не обещают это все не имеет никакого значения и я пил я не могу остановиться и я никогда не остановлюсь вот и помню как-то тоже я просыпаюсь где-то там у одного из сабутыльников дома и часто такое бывает даже сейчас у меня я там просыпаюсь утром и вот первое там мгновение первые секунды я не сразу понимаю где я могу там у тёщи где-то выйти и там дома просыпаюсь там так тут я я проснулся ночью я во первых не то что не понимаю где я я вообще не понимаю кто я я не помню как меня как меня звать я я не помню чем я в этой жизни за днем то есть я себя я себя вообще не осознаю и с трудом я начинаю вспоминать и и приходит ко мне вообще сумасшедший такой ужас страх и и понимание того что осталось мне совершенно недолго у меня либо я сойду с ума либо я умру вот и в очередной раз мы идем это был частный сектор мы идем за очередной там порция алкоголя я встречаю нашего собрата который живет в этом частном секторе он в этом там такой такой чудной он у него на тот момент было 100 дней трезвости и но все мы помним когда вот теперь первые дни когда мы нашли вот это спасение освобождением готова всем поделиться всем передать и он у себя возле дома сделал какую тоску объявления и и там клеит объявление о том что в чернигове проходит праздничный форум посвященный трехлетию анонимных алкоголиков и а он всех вот пьяных ловил за руку он меня поймал и я был очень пьян я не помню что он не говорил но суть там сводилась к тому что ну что я понял что он не спрашивал почему ты пьяный ему и прошу я алкоголик я болен я не могу я не могу не пить он мне говорит я тоже алкоголик тоже болен и но я вот 100 дней уже трезвый и вот я просто почувствовал спасение какое-то вот я почувствовал если другой человек если другой человек может быть алкоголиками оставаться трезвым то я точно смогу и я помню спрашивал что мне делать как как тебе это удается он мне говорит вот приходи дал адрес написал на листочек приходи обязательно приду ну понятно что там пошел я дальше пить и вот собрался когда идти там я не мог найти этого листочка я начал искать этот дом нашел не его и такой еще интересный момент я отрубил на все на группах у нас тогда пилить чай и было печенье мария называлась ты такие крекеры кругленькие там написано мария и он когда уходил взял этого печенья в карман и вот он не дает эту печенину и говорит вот эта печенина там заряжена вот вот она тебе даст трезвость и я я верил я вот эту печенину положил в рот и я верил что что это мне поможет я вот уже где-то на пути я пришел на первое собрание и еще не мог выйти с этого запоя пришел на первое собрание в субботу очень пьяный пришел с товарищем который там якобы меня привел и и он говорит тебе действительно надо вот подзавязать потому что ты чудили что ты очень агрессивный тебе тебе вот надо я тебе поведу я помню он меня привел будем и там агрессивные я я благодарен что нас не выгнали и не побили и у меня был под совершенно недавно случай такой пришел к нам на группу человек пьяный и и он постоянно перебивал постоянно там пытался что-то говорить и и и я вот чуть не встал его вывести и вот я вспомнил себя и меня это остановило буквально с первого дня мне понравилось я слышу разные там выступлениях мнение одни люди говорят что не понравилось сомнения какие-то люди подозрительные от не люди сразу все понравились и и и у меня сразу же возникло доверие к этим людям вот я им поверил да я послушал их я поверил если они могут оставаться трезвые то я тоже смогу остаться я вот с того дня с понедельника вот я еще воскресенье суббота я был на собрании еще воскресенье пил и понедельника уже не пил пришел на собрание первый раз трезвый это было двадцать первого июня девяносто девятого года вот у нас обещание десятом шаге о том что алкоголь не будет существовать для вас я вот думаю что ну во первых кто время не было шагов не было спонсорство никто не знал как делать эту программу и это одно другое я бы до десятого шага точно не дошел у меня нереально было тяга мне бог даровал вот это освобождение буквально с первого дня я с первого дня остался трезвый я через месяц думаю ну как так чудо такое произошло но я точно не могу не пить и и тут я вот уже месяц не пью неужели это чудо работает вот как мне проверить я курю и я не мог просить курить у меня тяга была очень сильная я там пять минут без сигареты не мог вот я решил проверить работает это чудо не работает я проверял на сигаретах да я вот попросил полоскал я пищу я не могу бросить вот ты сделай что-то моя задача не не взять первую сигарету я курить бросил очень легко то есть там если курцы бросали и знают первые дни очень тяжело а мне первая неделя ну совершенно я даже не вспоминал про сигареты вот начал трезветь выздоравливать ходил на собрание это потом со временем со временем со временем мне стало скучно я вот сегодня вспоминал те дни говорили о радостном и наболевшем на сегодняшний день у нас например на фениксе нельзя говорить о радостном и и наболевшем дано говорить о выздоровлении надо говорить о действиях в программе а радостным и наболевшем можно поговорить со своим спонсором вот в то время говорили радостного и наболевшей никто не выздоравливался и никто никакие не делал я руку стал ходить все реже и реже и реже и реже и реже а потом как случилось из чернига выехал в киев нашел здесь работу пришел на феникс на фениксе все какие-то там никто и кто ко мне не подошел я вот такое вот приехал никому не нужны, никто со мной не поговорил. Думаю, ну и если я вам не нужен, так и вы мне не нужны. И на собрания в Киеве не ходил. Приезжал когда к Чернигов, заходил на группу, ездил на праздничные форумы, в неформальных общениях общался с братьями, на группу не ходил. И продолжалось это больше 10 лет. Но жизнь в трезвости была очень тяжелая, практически невыносимая. И мы вот вчера говорили о том, что вот эта боль заставляет что-то делать, заставляет двигаться. Я постоянно двигался, я вел активную жизнь, я много читал, ходил в театры, много путешествовал, у меня куча хобби там было. Я по Карпатам ходил, на лыжах катался, это подводной охотой занимался. Благодаря этому я жил и оставался трезвый. У меня была работа, у меня была семья, у меня всегда была зарплата. все необходимое для жизни было, но при этом пришло такое время, когда вот все есть, и я понимаю, что вот это все должно приносить мне счастье в этой жизни, а счастье оно мне никакого не приносит. Жизнь моя невыносима. Я пробовал ходить, ну, я пробовал антидепрессанты. Тоже там один наш собрат познакомил меня с психиатром, там, таким, кандидатом наук, он мне выписал антидепрессанты, я там начал их пить, вообще никаких изменений я не не увидел. Я ему об этом сказал, он говорит, тебе надо поменять другие, выписал другие, они тоже никак не работали. Я ходил к психологам, там, тоже безрезультатно, и в какой-то момент вот этот собрат, с которым я общался, сказал мне о семинаре «Сообщество Духа». Я послушал этот семинар и услышал, там, люди рассказывают мою историю, у них там больше десяти лет трезвости, а жизнь невыносима. И переводил это Коля Голубей, он оставил свои телефоны, я ему позвонил, договорился, и вот с пятнадцатого года, где-то с мая пятнадцатого года я начал ходить, начал ходить регулярно на собрания, у меня есть спонсор, да, я спонсоров менял там по разным причинам, но у меня есть спонсор, у меня есть подспонсорные, вот, и я выздоравливаю. Хотел еще рассказать такой эпизод, который я считаю значимый в моей жизни, по поводу высшей силы, по поводу веры в высшую силу, я помню, как-то я был на работе, очень сильно пьяный, мне надо было работать, и я не мог работать, это было не первый раз, моя работа зависела от других людей, и это там очень сильно давило на меня, я понимал, что я не могу избавиться, у меня, я не знаю, как в кабинет попала, попала Библия, какая-то там протестантская, и там на обратной стороне на ней был очень наш, молитва написана, и вот у меня было понимание, что Бог может мне помочь, да, я в кабинете встал на колени, и просил, читал эту молитву, и в принципе я верю в то, что я верю в то, что он меня услышал, я верю в то, что ну не я сделал этот выбор, да, я часто смотрю вот и не могу понять, одни люди приходят и уходят, одни остаются, одни проходят вообще мимо, зависит ли это от людей или нет, вот я думаю, что ну не я сделал этот выбор, я верю в то, что он меня ведет по этой жизни, что там со временем? У нас есть еще минут 10, 10, или может к вопросам перейдем? Как тебе удобно? Как тебе удобно? Хочешь перейдем к вопросам? Давай перейдем к вопросам. Спасибо большое за спикерскую, огромное спасибо. Сейчас я зачитаю несколько объявлений и мы перейдем к вопросам-ответам. Друзья, для напоминания, 12-я традиция гласит, анонимность духовная основа всех наших традиций, все, что ты увидел и услышал здесь, должно остаться здесь. 7-я традиция гласит, каждой группе АА следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи Мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы. Новых друзей и гостей просьба не жертвовать. Время сбора пожертвований открыто для объявлений группы или АА в целом. Есть у кого-то какие-то объявления? У меня есть несколько друзья. Каждое воскресенье репцентр Феникс 8 часов вечера решим лицем. Приходите делиться опытом и у меня и у Бори в этом месяце заканчивается служение в этом репцентре. Если кто-то хочет взять с января месяца служение ведущего в репцентре Феникс будет открыто. Это первое ну пожалуй последнее. У кого-то есть еще какие-то объявления? Да, Паша. Паши, ребята у нас в этот четверг в Лоди пройдет отчетное собрание интергруппы русской интергруппы в 7 часов вечера собрание открыто для всех алкоголиков нету ни у кого никаких объявлений. перейдем к вопросу желающий задать вопросы поднимайте руку и так у нас уже есть первый Денис пожалуйста. Сергей, привет рад тебя видеть рад тебя слышать спасибо за шикарную спикерскую полная идентификация ну вот прям слушаю поразительно как ты в очередной раз как посторонний для меня человек рассказал мне обо мне в очередной раз у меня два вопроса они как-то связаны между собой на мой взгляд первый 20 лет трезвости это много ну много для меня да и ты наверняка уже не помнишь как водкой пахнет наверное но по-прежнему называешь себя алкоголиком что тебя сегодня заставляет говорить о себе я алкоголик это первый вопрос и второй чтобы ты назвал самым важным самым значимым в твоей жизни сегодня вот такой вопрос спасибо спасибо Денис за вопрос за темные слова ну как ни странно как ни странно я помню как пахнет водка как ни странно вот прошло 20 лет я я помню вкус водки для меня это вообще странные такие вещи я недавно фильм товарищ мне как-то заговорили про про фильм про одним из ним там такие киноманы смотрим обсуждаем он говорит как ты не мог его не видеть этот фильм ты что это шикарный фильм посмотри я его включаю и я его не помню вот я смотрю этот фильм как в первый раз и там если знаете магнолия фильм там был такой эпизод дождь с лягушек был ну где-то был завихрение воздуха и воду подняло в небо и потом над городом выпал ну это это факт такой факт он был действительно и когда эти лягушки начали падать я вспомнил я этого не мог не видеть я это видел но вот пять лет назад я смотрел фильм и я его не помню сегодня совершенно но 20 лет 20 лет я не пью алкоголь я я помню вкус его я помню запах его я не могу забыть и что заставляет меня называть себя алкоголиком ну есть такое понятие как здравомыслие да и это здравомыслие оно даровано высшей силой 100% это то о чем мы говорим вот горячая плита если мы касаемся горячей плите и понимаем что она нас обжигает второй раз мы не касаемся потому что у нас есть здравомыслие а вот то что касается алкоголя у нас сегодня серьезные огромные проблемы а завтра я думаю что в этот раз я проконтролирую в этот раз никто не узнает в этот раз у меня все получится это вот отсутствие здравомыслия по отношению к алкоголю его просто взяли с моей головы и забрали и и потом мне его просто подарили вернули я пришел на собрание послушал людей и мне вернули вот это здравомыслие прошло 20 лет у меня бывают не очень хорошие моменты в жизни вот эта боль она никуда не ушла она периодически появляется и как только появляется вот эта боль у меня тут же вот эта связь как у собаки Павлова вот боль и алкоголь у меня вот есть в памяти что алкоголь эту боль снимает он делает жизнь прекрасную да и так дальше но вот это подарованное мне здравомыслие как только вот у меня боль и вот эта связь алкоголь я тут же включается здравомыслие я точно знаю на 100% что будет если я сегодня выпью там если в мой организм попадет какой-либо алкоголь я отказываюсь от там лекарств от капли которые на алкоголе настояны там я не ем конфет ну знаю там по-разному к этому относится но я избегаю алкоголя в любом виде потому что у меня есть вот здравомыслие я знаю что будет если алкоголь попадет в мой организм поэтому у меня нет никаких иллюзий совершенно я точно знаю я помню там эти слова в синей книге когда Билл там говорит на время написания вот этой книги он говорит на сегодняшний день медицина не решила этот вопрос может быть когда-нибудь этот вопрос именно медицинский будет решен но да прошло вот столько времени я точно знаю вопрос не решен мое тело ну как тот соленый огурец да оно никогда не станет другим я алкоголик и дарованное здравомыслие вот мне об этом постоянно напоминает второй вопрос что самое важное сегодня в моей жизни много важного даже мне бы трудно было выделить что-то вот жизнь состоит моя жизнь состоит с каких-то вот моментов и и это все важное но наверное самое важное в этом это все-таки все-таки общение все-таки то что я могу понять другого человека другой человек понять меня может вот общение для меня наверное самое важное спасибо друзья кто-то еще поднимайте руки у меня есть вопрос Виталий алкоголик спасибо тебе огромное за спикерскую у меня тоже много чего отозвалось очень много чего действительно похожего и все-таки да ты говоришь 10 лет без шагов фактически без программы без без выздоровления сегодня я так понимаю у тебя все это есть все-таки существенная разница да то есть ты не говорил что у тебя произошли изменения ну то есть в каком-то материальном там я не знаю да то есть у тебя как было 10 насколько я понимаю как было 10 лет назад без шагов без программы так в принципе вот это вот состояние оно такое же сегодня все-таки вот изменения те изменения которые произошли с возвращением программы с началом то что ты делал шаги да вот что ты можешь сказать про это вот ты сказал не было счастья да вот 10 лет ты был трезвый у тебя не было счастья я понял вопрос я понял вопрос ну мы говорим о том что заболевание кроме тела феномена тяги у нас еще духовная болезнь и вылечить можно духовными методами лечения и книга говорит о том что мы не претендуем на монополию духовную духовный путь развития не только в 12 шагах я вот все это время все это время без программы было время когда я ходил в церковь и очень плотно ходил то есть моменты когда мне было совсем тяжело я ходил там 6 дней в неделю вот один день в среду церковь просто не открывалась выходной там так сказать был я не ходил а таки каждый день ходил в церковь я каждый день молился я я я читал какую-то духовную литературу постоянно то есть если бы я ничего не делал наверное я бы не остался трезвым поэтому нельзя сказать что я там сидел сложа руки это первое второе все-таки нам дана программа 12 шагов это самый простой путь самый-самый понятный путь и и самые быстрые наверное самые действенные да когда я я что хочу сказать во-первых если бы я в пятнадцатом году не взял спонсора не начал делать программу я бы до сегодняшнего дня уже не дожил это я осознаю точно на сто процентов ну я бы уже выпил бы точно и если бы я выпил я бы точно до сегодняшнего дня не дожил поэтому что мне дало то что я начал делать шаги ну во-первых я остался трезвый и живой да и на сегодняшний день на сегодняшний день для меня это очень много значит вот то что я сегодня трезвый много значит я не наношу вреда своим близким да окружающим не наношу вреда и это я не ношу вреда себе это это очень много значит для меня ну сама трезвость для меня очень много значит ну и плюс инструменты программы ну то есть да я как-то еду я на машине вот утром встал еду на работу утром как правило день всегда нехорошо начинается тяжело встать тяжело раскачаться я утром встал сел на машину еду на работу и вот ни с того ни с сего я вот чувствую прилив счастья вот просто я взлетаю вот еду меня распирает этого раньше не было никогда и такие моменты периодически в моей жизни появляются вот ни с того ни с сего я испытываю просто прилив счастья но я думаю что это программа шаги вот все все вместе это мне дает моменты почему бывает не всегда хорошо мы тоже вчера с Денисом обсуждали я точно понимаю что если бы мне стало хорошо мне не всегда хочется общаться с подспонсором ехать на собрание ехать куда-то в репцентр не всегда хочется я понимаю что если бы вот сегодня мне стало хорошо я бы точно этим не занимался я бы это забросил и поэтому вот эта боль вот этот периодический дискомфорт который возникает он заставляет меня двигаться вперед спасибо друзья вопросы да Максим я алкоголик я хочу спросить возвращение алкоголя к алкоголю это единственный единственный вариант падения для алкоголика или нет как ты думаешь не понял вопрос возможно я не буду пить но есть у меня другие страхи боюсь к примеру сойти с ума или мало ли есть вариантов то есть я допустим буду трезвым но упаду в других вариантов что ты об этом думаешь да не делая программу я вот вот если насколько я правильно понял вопрос то есть вот ты говорил что тебе было плохо до 10 лет трезвости ты говоришь что если бы ты не начал шагать то ты возможно ну невозможно ты говоришь что ты точно запил бы есть вариант чтобы ты не запил то есть другие альтернативы достижения на есть люди которые кончают жизнь самоубийством в трезвости есть люди которые делают да то есть является ли алкоголь вот для тебя вот насколько я понял вопрос да вот то есть вот ты говоришь чтобы точно сорвался да то есть ты не продолжал бы вот это вот мучительная трезвость да не совсем я понял вопрос ну для меня нет вариантов делать программу не делать программу у меня выбор очевиден выбор очевиден да опять в книге там говорится но есть есть такая серьезная дилемма стать на духовный путь развития либо брести к своему концу вот я не хочу брести к своему концу поэтому у меня выбор для меня выбор очевиден Программу надо делать. По поводу оставаться трезвым. Но я в последнее время знаю часто, обвиняют когда-то даже где-то в Ютубе какой-то психолог или кто-то несколько лет назад выложил свое выступление, мнение по поводу анонимных алкоголиков о том, что это люди безвольные, люди не хотят бороться в жизни, люди, которые уступают всему и перекладывают все на плечи какой-то эфемерной высшей силы. Вот такое обвинение было. Я сегодня понимаю, что моя жизнь неуправляема, от меня вообще нифига не зависит. И было время такое. Я там пытался, уже начал ходить, делать программу, спонсор, все. И мысли такие начали появляться о том, что я все-таки рулю в этой жизни, что-то у меня получается, я что-то делаю. И тут в этот момент я поменял работу, пришел на новую работу. И вот эта вся работа показывает мне, что жизнь моя неуправляемая. То есть я там делаю планы на вечер одни, но у меня с работы мне звонят и говорят, что у нас другие планы, надо делать то-то. То есть мне вот эта ситуация с работой показала, что моя жизнь совершенно неуправляемая. Я с этим согласился. И я по поводу вот этого вопроса, что там может произойти, все в руках Бога. Я не знаю, что может произойти со мной завтра. Сойду ли я с ума, запью ли я, останусь трезвый. Я не знаю, что со мной может произойти. Я знаю, что мне, вот есть какой-то набор действий, которые мне нужно делать. Хочу это или не хочу, и мне надо делать, и я их буду делать. А какой будет результат, от меня это не зависит. Окей, спасибо. Ну, может быть, если я смогу как-нибудь продолжить эту тему, да, все-таки 20 лет ты находишься в сообществе, именно по этой теме. Много ли ты знаешь людей, которые остаются достаточно долго без применения программы и применения шагов? Все-таки 20 лет это огромный опыт пребывания в сообществе. Тут вопрос вот в чем. Я же не могу, я не могу ставить диагноз людям, понимаете, о чем речь. Я не знаю, есть ли у них такое заболевание, как у меня в этих людей. Я знаю, знаю в Киеве здесь людей, которые там 10 лет ходят на собрания и не делают программу. На каждом собрании об этом говорят, об этом заявляют. Но я не уверен, что этот человек вообще болен этим заболеванием. Скорее всего, нет. Я знаю кучу случаев людей, которые приходят, у них была одна проблема – злоупотребление алкоголем. Они много пили, видите, люди, когда они употребляют, они ничем не отличаются от меня больного алкоголизма. У меня есть друзья, которые сегодня пьют точно так же, как и я пил. Единственная разница в том, что вот он говорит в пятницу, все, я больше не пью, потому что у меня понедельник, важная встреча. Я так не мог. То есть, это люди не подвержены этому заболеванию. Поэтому, может, им и не нужны эти шаги, они остаются трезвые. Поэтому трудно мне сказать. Да, спасибо. Не вижу рук, кто-то, да, Рая, пожалуйста. Добрый вечер. Сергей, спасибо большое за спикерскую. У меня такой вопрос. У тебя там промелькнуло такое, что ты перестал ходить на группу, потому что я стала вдруг неинтересно и скучно. Я с тобой согласна, бывает так. Все-таки какие должны быть группы, где группы, в которых ты выздоравливаешь, в которых не выздоравливаешь. Вот у тебя промелькнула такая мысль, что тебе стало неинтересно. Почему? Какая должна быть группа, чтобы там действительно выздоравливать? Понятно? Спасибо. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я когда созвонился в 15-м году в мае месяце с Колей, и он мне сказал, выбери группу, в Киеве очень много групп, выбери группу и начинай ходить регулярно на собрания. И я обошел там, может быть, не все группы, но побывал на многих группах. И я точно понимаю, что я на эти группы не ходил бы. Вот там, где не говорят о выздоровлении, там, где говорят о радостном и наболевшем, вот я бы на такую группу сегодня точно не ходил бы. У нас на Фениксе в правилах, которые перед началом группы зачитывает секретарь, он говорит о том, что говорить мы не говорим о радостном и наболевшем. Ну, бывают какие-то исключения, там, не то, что там жестко, бывают какие-то исключения, кто-то там может что-то там такое сказать, но вот, как правило, о радостном и наболевшем на группе не говорят. На группе говорят о шагах, об опыте прохождения шагов, о выздоровлении. И я считаю, как следствие из этого, у нас очень много новичков. Ну, просто много. Я вот там уеду в командировку где-то там две недели, или в отпуск я уехал, две недели меня не было, я прихожу, я половину людей просто первый раз вижу. То есть, собирается очень много новичков. И мне интересно, когда приходят новички, мне интересно поделиться своим опытом выздоровления с этими новичками. Вот интересно и хорошо, когда на группу ходят новички, появляются, и когда люди говорят о выздоровлении. Спасибо. Спасибо. Сергей, привет, Игорь, алкоголик. Спасибо большое тебе за твой опыт. У меня два вопроса. Первый, был ли у тебя какой-то духовный опыт до прихода в анонимные алкоголики? И второй, как тебе давалось при поручении своей жизни в воле Бога? Ну, до прихода я, я всегда верил, да, у меня бабушка была, я помню с детства, там, я не знаю, я там еще до школы, с ней какие-то молитвы учил, она в церковь ходила в то время, там, то, что было запрещено. И я, в принципе, верил, да, я знал, что есть где-то Бог, но проблема моя была в том, я думал, что он высоко, далеко, занимается очень серьезными вопросами управления тут землей, всеми вот этими процессами, и ему нет дела до меня. Вот где он, а где я? Вот такой был опыт. Но я, как бы, в Библии знаю, что он всесильный, да, там, вот эти примеры из воды, вино делал, я верил, что он всесильный, и поэтому я рассказывал вот этот случай, когда мне было очень тяжело, а был случай, когда я встал на колени, просил его что-то сделать с моей жизнью. Я ему говорю, что так жить я больше не могу и не хочу. Что-нибудь сделаю, либо забери эту жизнь, либо поменяю ее. Я так жить дальше не могу. Вот. Это по поводу опыта, который у меня был. Ну, и второй вопрос. Третий шаг. Перепоручить свою жизнь Богу. Как у тебя проходил этот процесс, было ли внутреннее сопротивление? Ну, да. Ну, вот такая ситуация, что первый шаг у меня был сделан, и, ну, это очень сильный фундамент. Я считаю, что без первого шага выздоровления не может быть. У меня был сильный фундамент, я понимал, что у меня есть проблема, и я бессилен что-либо с ней сделать. И вариантов нету. Да, я, ну, сам не пробовал какие-то другие методы, потому что я у них не верил, но я на собраниях наслушался людей, которые там прошли все репцентры, выкатывание яйцами, и отливание водой, отшептывание там. Ну, попробовали все. И все это не работает, и я им верю. И поэтому у меня просто вариантов других нет. У меня надежда вот только на то, что есть высшая сила. У нее, он, грубо говоря, волшебник, он может все. И я припоручаю, я принял решение, да, я стал на колени, я прочитал вот эту молитву, я принял решение припоручить свою жизнь Богу. То, что я часто о нем забываю, по-моему, это Григорий Т. где-то рассказывал о том, что мы часто, мне очень понравилось это сравнение, мы часто воспринимаем высшую силу, как вот этого мальчика с лопатой в цирк процессе. Город Шапито переезжает в цирк, и поставили на краю Шапито, и чтобы завлечь жителей города, вот все циркачи, клоуны, акробаты, там все со слонами, они ходят по улицам города и привлекают людей на это представление. Понятно, что идут слоны, и понятно, что они срут, и понятно, что нужно за ними убирать. И вот эти мальчики, которые там учатся на циркачей, хотят там себе в цирке карьеру сделать, пока вот у них такая работа, они с лопатами идут в конце процесса, и вот это говно подбирают. Вот часто у нас такое представление, представление, да, когда у меня трудно, когда что-то я вот где-то не получается, когда я накосячил, когда у меня серьезные проблемы, я вспоминаю о Боге и говорю, слушай, порешай бы, я не могу. Но последнее время я чаще вспоминаю, и вот на телефоне у меня стоит там почасовая сигналы, напоминалка, и я вспоминаю просто эти сигналы, помогают мне о нем чаще вспоминать, и чаще говорить о том, что я не управляю этой жизнью. Спасибо. Спасибо. Вика, пожалуйста. Добрый вечер, алкоголик Вика. Огромное-огромное спасибо. Так это звалось, так легло, так вспомнилось. Спасибо вам, Сергей, за спикерс. У меня вопрос такой. Ну, когда попадает к нам новичок, и если он с Божьей помощью начинает быстро делать шаги, плюс-минус можно прикинуть, когда его жизнь вернется в нормальное русло, безысходности, убитости, ненужности и полные наборы. А вот человек, которого было 10 лет трезвости, который начал шаги, будучи трезвым, но имея ту же самую практическую жизнь, с которой мы все попадаем сюда. Сколько у вас заняло времени для того, чтобы вы вернуть эту жизнь хотя бы из состояния, я не говорю на вау состояние, но хотя бы вернуть ее с этой точки, в которой вы были, чтобы она была безрадостная, ненужная и вообще никакая. Сколько у вас заняло времени после 10 лет? Спасибо. Ну, спасибо за вопрос. Сказать, я говорил о том, что у меня, помимо всех вот этих состояния, заболевания, алкоголизм, феномен тяги, феномен мышления и неуправляемой жизни. Я это называю психиатрией. У меня психиатрическое заполевание. И оно было присуще мне до того, как я начал употреблять алкоголь. До того, как я начал употреблять алкоголь, я был уже психически больным человеком. У меня была аллергия на жизнь. Я неправильно реагировал на жизнь. Я был обидчивый. У меня были необоснованные страхи, необоснованное чувство тревоги. И когда я отказался от алкоголя, вот это психиатрическое заболевание, оно у меня никуда не делось. Оно у меня осталось. Единственное, когда я начал делать шаги, у меня появились инструменты, которые помогают мне легче пережить вот эти ситуации. Как я пришел, они у меня сразу появились. И я сразу ими начал пользоваться. Приведу пример по поводу 10 шага. Я относился к нему не очень серьезно. К той части поговорить с другим человеком. Позвонить и поговорить с другим человеком. Я часто думал, как это поможет? Что это поменяет? Я помолился. Я вроде переключаюсь на что-то другое. Что решит этот звонок? И я очень долго не звонил. Но когда я начал звонить и начал говорить с другим человеком, я удивился. Это работает. И вот буквально недавно опять вернулась та же ситуация. Мне хреново, и я не звонил. И думаю, это не помогает, это не работает. Но когда я уже понимаю, что я не могу и не хочу терпеть вот эту боль, мне надо что-то делать с ней, надо как-то менять. Я набираю, звоню. Блин, это чудо происходит в очередной раз. Вот эта боль уходит. Вот я просто в программе появились инструменты, которыми я начал пользоваться, и это работает. Вот и все. Спасибо. Да, расскажи, пожалуйста. Есть кто-то еще? А, Денис, окей. Я часто вопрос задаю. Спасибо большое за ответы, за спикерскую. Что бы ты сказал себе, новичку? Вот у тебя есть возможность поговорить с собой 20 лет назад на первом собрании? Что бы ты себе сказал? Спасибо, Денис. Классный вопрос. Я бы сказал, ходи на собрание, возьми спонсора и делай шаги. Остальное все придет. Остальное все спонсор расскажет, что тебе надо делать. Спасибо. Добрый вечер, Иван Алкоголик. Спасибо за спикерскую, Сергей. У меня такие три маленьких вопроса, но они связаны. Первое, в двух словах, что из себя представляет на сегодня сообщество в Киеве? Количество групп, количество людей, если есть такая информация. Какое участие в этом ты принимаешь? Может, какие-то комитеты, какие-то служения? Ну, в общем, какое ты принимаешь участие? И третье, я немножко так не услышал в спикерской, если сохранилась, восстановилась или появилась новая семья, в процентном отношении сколько уделяется семье, сколько уделяется сообществу? Потому что бывают такие моменты, перегибы, что либо полностью человек выздоравливает, либо еще что-то. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, вопрос непростой. Вопрос непростой. Вопрос правильный. На сегодняшний день в Киевском регионе около 20 групп. Есть группы более многочисленные, менее многочисленные, но есть самая лучшая, самая лучшая группа «Феникс», которых называют «Черноручечниками». я уже сказал, группа, которая специализируется на шагах, на спонсорстве и на шагах. Я представляю вот эту группу. Много времени сообществу я не уделяю. В процентном отношении я никогда не считал, и сейчас вам не скажу, сколько чего. Я стараюсь три раза в неделю посещать собрания, и я служу на «Фениксе» казначеем. То есть у меня есть служение, я периодически езжу в репцентры общаться с новичками. У меня очень много хобби, я в театр часто хожу. Ну, то есть я уделяю семье, уделяю, я считаю, достаточно времени. Где-то у нас там на «Фениксе» ну, знаете, вешают много там этих всяких там лозунгов и так дальше. И вот висит лозунг, я там дословно не помню, ну, типа того, я смотрю, не рассказывай мне, какой ты на собрании, вот, как ты выздоравливаешь. Я посмотрю, как ты ведешь себя в повседневной жизни. Вот это для меня будет показатель твоего выздоровления. Вот, поэтому я считаю, что это правильно. По поводу каких-то служений в Киевском регионе, это такой непростой вопрос для меня, потому что я был председателем Киевского региона какое-то время. И я потом я потом ушел. Сложил в себя полномочия, потому что на сегодняшний день вот это служение, оно предполагает борьбу. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, почему там это так происходит, но там есть борьба, да, вот, нужно бороться, а я вот верю десятому шагу, мы ни с кем, ни с чем не боремся. Я не хочу бороться, не хочу путем борьбы что-то менять, поэтому я сложил в себя вот эти полномочия, служу казначеем, вот, вот, но я знаю и верю, вот, треугольник в этот наш, то, что выздоровление предполагает все три стороны треугольника. Ходить на собрание этого мало, работать по шагам, ходить на собрание этого мало, вот, нужно еще и слушать, то есть треугольник должен быть полный и замкнут. Спасибо. Спасибо, и у нас буквально осталось пару минут на последний вопрос. Окей, про сообщество ты сказал, а какое место, вот, сколько время, да, ты уделяешь сегодня своему выздоровлению 12-му шагу под спонсорный и спонсоров, да, сколько, то есть, кроме хождения на группы, кроме служения? Спасибо за вопрос. Ну, больше всего времени уделяю работы со своим спонсором. Это около часа в неделю получается. Мои под спонсорные прошли шаги, они не в активных шагах, поэтому вот созвоны какие-то короткие, кто-то звонит чаще, вот, есть один под спонсорный, который звонит каждый день, есть такие, которые звонят там где-то раз в неделю, сейчас делаю новый круг шагов, но хотелось бы больше времени уделять, уделяю мало. Окей, ясно. Так, друзья, наше собрание подошло к концу, поблагодарим спикера за его выступление. Спасибо, что предоставили мне возможность провести эту встречу. Если я кого-то обидел, прошу у вас прощения. Хочу напомнить вам, что мнение, высказанное на встрече, это личное мнение и опыт каждого, а не мнение, а в целом. закончим наше собрание декларации ответственности А. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма или зависимости, я хочу, чтобы рука помощи протянулась к этому человеку. И я отвечаю за это. Присоединяйся к нашей молитве. Боже мой, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не силов изменить. Мужество изменить то, что могу и мудрость защищить одно от другого. Аминь. Всем спасибо. Спасибо.